Всем привет, друзья! Меня зовут Фанрикс, и как вы уже догадались, сегодня мы играем в 5-симулятор X. Друзья, сижу, никого не трогаю, и тут нежданно-легантно приходит мне сообщение, что вышла обнова. Ребята, я сначала не поверил, потому что не было отчёта, друзья, но я перед этим, друзья, написал в сообществе, что отчёта, походу, не будет, потому что очень много потратил Престон времени на то, чтобы убрать дюпы. Как вам уже говорили, что дюпы полностью убраны, и типа у него не было даже времени на то, чтобы сильно много сделать в обнове, но, друзья, обнова всё-таки вышла, и вышла, в принципе, в принципе, как сказать, даже неплохая обнова по сравнению с тем, что было у нас на 1 апреля, это вообще просто нереально круто, поэтому, ребятки, мы сейчас бежим быстренько всё чекать, всё вам полностью покажу, то, как работает, что сделали, что добавили, ну, а вы перед тем, как я начну, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайкусик этому видосику. Ну что, погнали! Итак, друзья, первым делом, что вы видите, когда вы заходите в игру, это вот такое вот уведомление, где написано, что у нас сегодня Easter Event, это у нас пасхальный ивент, потом добавили Easter Hunt Egg. Что это означает, друзья? Это означает, что вам нужно их будет ловить, то есть у нас получаются охотники, охотники за пасхальными яйцами. 17 Easter Pet, то есть 17 пасхальных петов, Huge Easter Cat, это он, который у нас бесплатный, новые эксклюзивные петы, и, конечно же, ребята, самое важное, это то, что пофиксили дюб, ребята, это вообще просто нереально круто, но, ребятки, есть одно маленькое уточнение. Если мы зайдем на страницу с обновлением, где Preston написал то, что он добавил, тут все то же самое, ребята, что у нас идет охота за пасхальными яйцами, в течение ограниченного времени пасхальные яйца будут распросаны по карте, то есть они появляются везде. Бейте яйцо, и вы будете вознаграждены случайным пасхальным питомцем, то есть любые пасхальные, любые питомцы падают из яиц. Еще 4 разных пасхальных яйца, каждый из которых содержит лучших питомцев, чем предыдущие. То есть есть яйца разные, есть маленькие, есть большие. Но, друзья, это вообще все не важно. Вот тут у нас показано, которые петы, какие петы нам выпадают. Это у нас получается легендарка, я уже ее выбил, я сейчас вам покажу. Но, ребятки, по поводу дюбов, по поводу дюбов, это у нас тоже, я вам сейчас покажу, это у нас будут эксклюзивные петы. По поводу дюбов, самое важное, ребята, исправлено дублирование, исправление дублирования. Ребят, написал Пресса, что я сделал несколько очень важных изменений, чтобы предотвратить дублирование. По состоянию на 15.04 он полностью исправлен, то есть дюпов больше дюпать нельзя, как он утверждает. Но, ребятки, мы знаем, это уже не первый раз Пресса такое говорит. Я по-прежнему рекомендую подождать неделю, прежде чем торговать старыми питомцами, так как дюпнутые питомцы выпадают из обращения и удаляются. То есть, друзья, все-таки дюпнутые питомцы, они еще есть, но они сейчас будут потихоньку удаляться. Если вы считаете, что вы можете все еще быть обмауты, отправьте заявку с видеодоказательством и отметкой времени в Дискорд. И за это, ребята, он вам подарит 250 тысяч робоксов. Если вы найдете дюп, ребят, вам Пресса подарит 250 тысяч робоксов. Вы себе представляете? То есть, если вас кто-то пытается обмануть, либо продать вам дюпнутых питом, либо вы нашли какой-то дюп, у кого есть дюпает питом, вы можете на него написать жалобу, и вам за это дадут 250 тысяч робокса. Я представляю, друзья, сейчас начнутся жалобы на всех, только ради того, чтобы получить эти деньги. Ну и тут, друзья, написано еще, что улучшен поиск, сортировка домашних животных, торговые приглашения и так далее. И, ребят, что я первым делом сделал? Я сразу побежал в банк, думаю, сниму я своих всех кетов, которые у меня есть, и есть ли среди них дюпты. Потому что, друзья, говорят, что те, кто повытаскивал сразу питомчиков своих, они сразу повудалялись. То есть, как только вы вытягиваете их из банка, они у вас сразу удаляются. У меня, слава богу, ничего не удалилось. У меня здесь все как есть, все как так и было, все так и осталось. Поэтому, друзья, вы попробуйте, если у вас есть петы, которые находятся в банке, а только вы их вытащите, они сразу должны удалиться. У меня, слава богу, ничего не удалилось. И до этого спасибо. Поэтому, друзья, мы сейчас бежим. Давайте мы сразу летим, 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 летим смотреть. Значит, я вам сразу скажу, если у вас есть випка, то она, випка, не работает, если вы находитесь на обычных локациях. Но сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Ребятки, вот есть у нас обычные локации. На обычных локациях у нас появляются яички. Их нужно искать. Вы просто летите и просто смотрите, по очереди смотрите, есть ли у вас здесь яйца. Если яиц нет, вы просто тогда долетаете до конца и ищите уже на новой локации. Пока что, как видите, у меня ничего нет. Хотя, друзья, на стриме, когда я стримил, было, конечно, очень много яиц. Я не понимаю, куда они все делятся. Смотрите, ни одного яйца нет. Но оно должно быть. Должно быть. Но, наверное, все-таки в этой локации нужно перекинуться на какую-то другую локацию. Поэтому давайте. Мы сейчас летим, допустим, допустим, на техшоп. Давайте мы в техшоп залетим. В техшопе точно, в тех мире какие-то яйца по любасику должны быть. Друзья, они у нас разные. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Так, залетели. Все у нас прорисовалось. Отлично. Так, друзья, смотрите. Я не понимаю, в чем прикол. Но у меня на этой витке сейчас пока что ни одного еще яйца нет. Я вообще... Смотрите, какой бах жесткий. Ребят, вообще. Вы помните, кто был на стриме? Кто знает, что у меня была куча яиц. Здесь же ни одного, друзья. Ни одного яйца нет. Вот, 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 вот. Нашел. Вот первое яичко, которое я нашел. Это как-то очень странно, друзья. Наверное, что-то все-таки поменяли. Все, наверное, все-таки что-то поменяли. Потому что так быть не должно вообще. О, есть. Значит, и вам вот с таких вот яичек выпадают питомцы. Но, друзья, самое главное, что не нужно провтыкать. Это не нужно вот здесь, чтобы у вас здесь стояло автоудаление. Если у вас здесь стоит автоудаление, то все. Печаль, грусть, печаль. И у вас эти петы просто удаляются. Это точно так же, как с обычного яйца. Если у вас на обычных яйцах стоит автоудаление, то оно и на этих яйцах, которые вы здесь ловите, оно здесь тоже будет удаляться. Поэтому, ребятки, этот момент, конечно, не забудьте. Так, друзья, и мне на стриме, я уже говорил, мне на стриме самые-самые жирные яйца выпадали почему-то в пиксель мире. Я не знаю, почему, чем это связано. Но здесь были вообще большие яйца, были только здесь. Сейчас вот смотрим. Так, вот, видите, мне пока что здесь нет. Вот, вот, друзья, вот, сразу говорю, следующее яйцо, которое у нас немножко покруче. Но, друзья, с него тоже так же, точно так же могут выпасть, как и обычные петы, так и бэйсик, точнее, так и легендарки. Поэтому, друзья, вот такое вот есть розовое яйцо. Оно, если вы здесь его бьете, почему-то оно здесь прям вот сильное, прям сильно большое. То есть, прям вот мощное. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите. О, мой гад. О, мой гад. Коты просто набросились на это яйцо. Его просто уничтожают. И с них тоже падают питомчики. Но бывает, с них выпадают не просто питомцы обычные, а какие-то эпики, друзья. Я вам сейчас покажу, какие у меня уже петы есть. Какие я уже петы собрал. Петы прикольные. Но, ребятки, они слабенькие. Вот. Вот это вот, друзья, у меня получается легендарка. Это единственная легендарка. Ребята, я практически 2 часа стримил. Это единственная легендарка, которая мне выпала. Вы представляете, как тяжело они падают? Это просто жесть. Причем она падает только с золотого яйца. Ни с одного яйца не падает, только с золотого. Поэтому, друзья, если у вас выпало золотое яйцо, сразу на него бегите. Потому что с других яиц вообще легендарка, это нереально, чтобы легендарка выпала. Вот такие вот питомчики. Получается, у нас есть эпики, у нас есть бейсики, у нас есть рарки. Очень похожи, друзья, вот чоколад, который у нас точно такой же был. Вот он, чоколад. Шоколадный, коричневого цвета. У нас точно такой же был. Была эксклюзивка, которая на April Fool's, на 1 апреля. Потом у нас получаются такие вот какие-то ламы, друзья. Собачки. Тут зайчики, друзья. И вот такая вот еще есть такая вот одна штука, которая называется истеркет. И, ребята, такой же истеркет, если вам очень сильно повезет, выпадает хьюдж, хьюдж истеркет. Точно такой же, как большой, как и другие хьюджи. Только точно так же выглядит, как вот здесь. Как вот этот вот зайчик. Но это, друзья, это вообще. Я даже не представляю, что это должно быть. Пока что, пока что я, ребятка, в игре таких не видел. То есть вообще в игре таких еще пока что не продают. Еще, друзья, очень важный момент. Прям вообще прям нереально важный момент. Я этого сначала не знал. Но, оказывается, друзья, здесь эти петы есть в индексе. И если вы, если сейчас закончится ивент. Правда, не сказал, просто не сказал, сколько ивент будет продолжаться. Но, друзья, когда закончится ивент, эти петов больше не будет. И не будет возможности прокачать себе полностью, сделать, прокачать себе индекс. Поэтому, друзья, я все-таки рекомендую по максимуму, по максимуму стараться собирать вот еще одно яичко. Смотрите, я его только что не пропускал. Оно как-то само появляется. Я даже не понимаю, каким образом оно появляется. Давайте мы, знаете, что мы сделаем? Давайте мы сделаем просто, чтобы все петы у меня были. Ну, ребят, кстати, 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 еще можно, еще можно их. Этих питомцев можно скипать. То есть можно скипать. Поэтому вы быстрее можете их собирать. Вот, друзья. Поэтому я вам, конечно же, рекомендую обязательно. Еще одно появилось. Смотрите. Обязательно вам нужно их собирать. Потому что это индекс, друзья. Вы потом, ну, потом их не будет. Потом будет точно такая же ситуация, как с пепетами. Их сейчас нет. Их сейчас очень тяжело достать. Они очень дорогие. Я рекомендую вам, ребята, сразу мой такой, скажем так, торговый совет. Я рекомендую вам их собирать и держать. Не продавать, не менять, не отдавать, не честными не делать. Держите. Просто держите. По одной штучке соберите. И держите для того, чтобы потом можно было их очень дорого продать. Мне кажется, что когда закончится ивент, их будут очень дорого продавать. Смотрите. У меня до сих пор еще, до сих пор еще много петов нет. Хотя я уже столько их открыл. Так, ребятки. Еще одна штучка есть. Еще одна штучка есть. Очень прикольная. Которая тоже на стриме только недавно понял. Но она вообще. Это нереальная прикольная штука. Я, конечно, был в шоке с того, что произошло. Но, оказывается, если вы заходите в трейдинг паузу. Давайте мы сейчас залетим в трейдинг паузу. Есть. Мы, ребятки, в трейдинг паузе. И если вы попадаете в трейдинг паузу, тут на випке. Если у вас есть випка, тут смотрите на випке. Какой клондайк. Тут куча яиц, ребят. Тут куча яиц. Тут можно яйца фармить очень хорошо. И очень много. Единственное, друзья. Один небольшой минус. Точнее, даже не небольшой, а большой минус. Что тут жестко лагает. Тут нереально жестко лагает. Поэтому, друзья. Тут можно делать очень просто. Тут вы просто ставите так, чтобы у вас не все петы летели. А петы по одному. И вот так вот просто кидать на одно яичко. На одно, на одно, на одно. И пытаться, пытаться вот так клацать. Возможно, вам повезет. И не будет тогда лагать так сильно. И у вас все петы сразу, точнее все яйца сразу откроются. Но это не точно, друзья. Потому что, смотрите. Я вот сейчас нажимаю. Видите? На жалоб ничего не происходит. На жалоб ничего не происходит. Это, конечно, жестко. Потому что очень много людей. Я не знаю, с чем связано. Наверное, связано с тем, что очень много людей. Вот, вот. Сразу пошло. Сразу пошло. Раз, два, три. Смотрите, сколько яиц. Ну, лагая тут очень неприятно. Но зато, друзья, зато я здесь. Получилось мне здесь. Получилось выбить питомчика, который лего. Потому что здесь только у меня здесь появилось легендарное золотое яйцо. Смотрите. Раз, два, три. Смотрите. Сколько всего оно выпадало. Это тоже очень круто. Посмотрите. Золотой, золотой. Поэтому, друзья. Если у вас есть, конечно, випка. То можно здесь фармиться. Я знаю, что раньше как-то можно было на випку сюда запрыгнуть. Залететь. Как-то пытаться здесь фармить. То, по-моему, эти штуки уже все убрали, друзья. Я не знаю. Сейчас оно работает. Я пока, правда, не пробовал. По-моему, раньше можно было как-то сюда запрыгнуть. Чтобы здесь тоже фармиться. Вот, смотрите. Еще вот такое есть большое яйцо. Смотрите, ребята. Есть тут большое яйцо. Видите? Я тоже на него, к сожалению, не могу. Оно 600 миллионов. Но я, к сожалению, не могу его даже ударить. Потому что очень лагает. Сейчас посмотрим. Если мне повезет. Я очень надеюсь, что повезет. А ну-ка, давай, 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 давай. А, капец, друзья. Все, я не... Не получилось, видите? Не получилось. Потому что тут куча людей. Вот, только розовое яйцо. Куча людей. И не получается просто его снести. Поэтому, ребятки, с одной стороны, конечно, хорошо, если вы по одному пету бросаете. Но, с другой стороны, плохо. Потому что, если вы попадаете на золотое яйцо. Либо на такое большое яйцо. То ваши петы не успевают много нанести урона. Поэтому, тут получается, тот, кто больше всего урона нанес по яйцу. Тот, и, конечно же, получает это все. О, ну, все-все яйцо. Так что, друзья, что касается дюпа, я вам рассказал. Что касается, как фармить лучше, конечно, я вам рассказал. Вот, смотрите, 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 смотрите. О, получилось. Видите, получилось мне это яйцо выбить. Но, опять-таки, с него выпадает, конечно, такая себе штучка, если честно. Не особо-то и прикольно. Я, наверное, все-таки буду, ребята, здесь фармить. Но я буду, ребята, фармить не всеми петами. Точнее, не сингл петами, а олл петами. Мне кажется, что так будет намного лучше Потому что, когда придет какое-то крутое яйцо Шанс того, что вы на него попадете Намного больше Вот, смотрите, смотрите, опа, все, еще раз Опа-па, повезло И смотрите, опа, видите, рарки С него, как правило, только рарки валятся Ибо тоже бейсики попадаются тоже из него Поэтому, друзья, первый совет Если у вас есть випка, обязательно сразу летите в трейдинг плазу Ну, видели, какие там лаги Ну, все равно, это намного быстрее, чем бегать по локациям Хотя, я думаю, что лаги уберутся Когда уже немножко пройдет времени и меньше будет людей играть Второй совет, ребята, пока что не трейдите Ждите, ждите, пока все петы поудаляются Все дюпы поудаляются И тогда можете что-то трейдить Потому что мне уже подписчики пишут Что, конечно же, сначала было определенное количество huge петов И уже больше, чем половина пропала Поэтому, друзья, подождите еще немножко У некоторых людей оно в банке Вы же понимаете, можно из банка вытащить Но оно еще какое-то время будет лежать Поэтому вы подождите Даже если он кто-то будет трейдить Вы пусть он этого пета снимет И немножко с ним походит Вы ему так и скажите Ты с ним походи немножко Минут 10 с ним походи с этим huge А потом я у тебя его возьму Если человек соглашается, то без проблем Тогда можно брать Если человек соглашается Значит, у него в банке лежит дюп И он, как только его снимает Он его сразу пытается продать вам А как только вы его сразу берете Он у вас сразу удаляется Поэтому, друзья, не рискуйте Мой вам совет подождите еще немножко Либо делайте вот так, как я говорю Ну и, ребятки, что касается новых питомчиков Конечно же, я вам рекомендую По максимуму всех собрать Потому что, как видите Индекс потом будет очень дорого стоить Я более чем уверен Вы, ребят, собирайте Вы просто собирайте Не совмещайте Соберите несколько обычных Соберите несколько basicов То есть, не золотых Обычных Потом соберите несколько золотых Потом соберите несколько rainbow Потом соберите несколько dark matter Чтобы можно было продавать Потому что за каждый За каждого peta За rainbow За gold Дают отдельное место В индексе Поэтому собирайте всех По одному Копите Себе собирайте Ложите в банк А потом Сможете их нормально Дорого продать Это очень будет выгодная сделка Я уверен Что их будет продавать За миллиарды Гемасиков Их будет продавать Сто пудово Так что, такая вот обновь, друзья Надеюсь, ролик вам понравился Все, что бог вам подсказал Если что-то пропустил Пишите в комментариях Спасибо, что досмотрели До конца Не забывайте подписываться Не забывайте ставить лайкусики Ну а с вами как всегда был Ваш фанрикс Желаю вам хорошего настроения И до встречи В следующем ролике Пока-пока